Америка. Штат Невада. Закрытая территория авиабазы Неллис. Её называют Зона 51. Здесь сосредоточены экспериментальные атомные полигоны и аэродромы. А это любительская съёмка бывшего сотрудника Зоны. Физика Роберта Лазера. Он снял на видеокамеру и показал своим родственникам приземление летающих тарелок в Зоне 51. Прознав обутечную информацию, спецслужбы ВВС решили лазеро-физическое устранение. Но учёному удалось спастись. Он выступил на телевидении. Он рассказал о тарелках и признался, что лично занимался исследованием реакторов внеземных кораблях. После такого откровения руководство ВВС США оставило физика в покое, заявив, что Роберт Лазер не имел к секретным объектам Зоны 51 никакого отношения. НЛО НЛО Неопознанный летающий объект. Это аномальное явление наблюдает уже более тысячи лет. Очевидцы описывают НЛО как движущийся объект, похожий на летательный аппарат. Что это? Ответа на вопрос до сих пор нет. Зато есть многочисленные гипотезы, объясняющие это таинственное явление. Самое распространённое интригует. НЛО — это космические корабли внеземных цивилизаций, которые наблюдают за жизнью Земли. За прошедшие 30 лет тема НЛО, а именно рассказы о встречах с летающими тарелками, серебристыми гуманоидами и другими пришельцами из параллельных миров, стали больше интересовать продюсеров сферы развлечений, чем представителей науки. Газеты и журналы всё больше публикуют истории про НЛО, которые напоминают небылицы. Но читательский интерес от этого не ослабевает. Вот случай. Выехали люди на природу, варят кашу в котле, кто-то купается. И вот как? Откуда? Из-за палатки, из-за угла палатки выходит серебристое чудо, такое высокое. Как классика, да? Головастые, вот такие глаза. Подошёл и внятно попросил каши. Дали ему тарелку каши, да? Ну и он эту тарелку взял и исчез. То есть я написал потом в статье, не гуманоида, не тарелки. Исследователь аномальных явлений Геннадий Сигма, который, между прочим, не отрицает существование внеземного разума, к этой истории отнёсся с юмором. Но к его удивлению, опубликованная им статья вызвала нешуточные, острые споры среди читателей. После выхода статист, ну, в общем, пришлось иметь дело с массой гипотез. Гипотез, в частности, имело место мнение, что это совершенно не такое себе бесполое непонятное существо. Он вышел посмотреть на наших женщин, присматривала себе потенциальную жертву, чтобы похитить. Ну, одна дама сказала, да нет, ерунда, это была самка инопланетянина. Она просто голодна, она потерялась, она просила каши. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, подобные истории похожи на сказки, ведь нет следов пришельцев, нет фото и видеоподтверждений. С другой стороны, непонятно, а какова выгода от этих рассказов. Ведь денег очевидцам НЛО не платят. Наоборот, одни неприятности. Знакомые над ними только потешаются, соседи подозревают в обмане или считают сумасшедшими. Да и ученые в большинстве своем считают подобные истории дешевыми сенсациями. В итоге получилось так, что наука, ученый, в общем-то, нормальный ученый, который видел какую-нибудь статью подобного рода, он шарахался от самой темы. Ему уже как-то, и тем более, что коллеги, так сказать, если бы узнали о том, что он занимается чем-то таким, как минимум начали показывать на него пальцами, ну, а потом и на распределении гранта в это могло бы, так сказать, сказаться. Владимир Рубцов не любит давать интервью, хотя уникален тем, что в советское время стал единственным ученым, защитившим кандидатскую диссертацию о внеземных цивилизациях. Есть феномен НЛО, на мой взгляд, вполне реальный, в общем-то, который, ну, сугубо, так сказать, материален. Это действительно некие аппараты, которые иногда наблюдаются в атмосфере, которые обладают тактико-техническими характеристиками, выходящими за рамки нашей земной техники. По мнению Рубцова, феномен НЛО надо разделять на два вида. Первый вид – это сообщения очевидцев, неподтвержденные факты. Подобные истории о голодном гуманоиде, попросившем кашу. Но и подобные сообщения было бы нечестно отвергать, ведь опровергающих доказательств им тоже нет. А вот по второму виду НЛО относятся случаи, зафиксированные радарами и локаторами, или подтвержденные документально. Если что-то летит непонятно, это не значит, что это уже непременно НЛО или внеземной корабль. Обычно, так сказать, оператор считает, что это влез какой-то самолет чужой с соседнего аэродрома или что-нибудь такое, говорит, кыш, значит, чего ты сюда влез, какой твой позывной, там и прочее. Ну, цель тихонечко уходит в сторону, а потом берет и останавливается. Стоит неподвижно, ну, извините, самолет этого не может. Вертолета вроде нет в округе, так сказать, нигде не летает. Ну, оператор в недоумении. Все данные, опять-таки, зафиксированы. Это все, ну, достаточно объективно. В сентябре 47-го года президент США Труман издает особое распоряжение по организации секретного исследования НЛО под названием «Операция Моджести-12». Операции предшествуют. Наблюдение девяти летящих дисков в штате Вашингтон и крушение НЛО в штате Нью-Мексико. В состав аналитической группы, кроме крупных специалистов по атомной энергетике, астрономии и вооружению, входит два бывших руководителя американской разведки. А чуть позже к ним присоединяется директор ЦРУ генерал Уолтер Смит. Ничего удивительного, ЦРУ с самого начала контролировала все работы в этой области. Ведь считалось, что неопознанные цели – это позднерусские. Якобы советские ученые с помощью немецких инженеров создали новейшие летательные аппараты, которые невозможно догнать и уничтожить. Через несколько месяцев аналитическая группа признала, что неопознанные объекты – это не сверхоружие СССР, а нечто другое, имеющее внеземное происхождение. Но этот вывод долго держали в секрете, что даже вызвало своеобразный раскол в американской армии. Военачальники ревностно подозревали друг друга в создании секретного оружия под названием НЛО. Военно-воздушные силы подозревали флот, что они там чем-то таким занимаются. Флот подозревал военно-воздушные силы. Ну, взаимного доверия не было, в общем-то. А гражданское население Америки было не на шутку, а беспокоено потенциальной угрозой неопознанных целей. К тому же пресса подогревала обстановку. Месяцами обсуждаю упавшую с северо-западнее авиабазы «Розуэлл» летающую тарелку. Немало было написано и о сенсационной находке четырех мертвых гуманоидов. Правда, власти решительно отрицали все эти службы. Да, там было что-то непонятное. Да, ВВС, в общем-то, врали. Когда они говорили, сначала это шар-зонд, потом самый баллон-скай-хук, потом еще что-то наплели. Подлинная информация уничтожена. Вот это, кстати говоря, наводит тоже на подозрение, что там было что-то очень любопытное и непонятное. Смотрите далее. Секретная операция ЦРУ. Данные, которые не должны были никогда уничтожаться, хранить вечно, что называется, их не оказалось. Чего опасались спецслужбы США и России? Я сделал доклад о местах возможного базирования вишит на земле. 25 февраля 1942 года жители Лос-Анджелеса содрогнулись от залпов зенитных орудий. В городе началась паника. На североамериканский континент пришла война. На следующий день газеты и радио успокоили людей. Город всего лишь подвергся атаке инопланетян. Армада летающих тарелок, наблюдатели зафиксировали 20-25 аппаратов, появилась в 120 километрах от города. Зенитная артиллерия ПВО США, дислоцированная в Калифорнии, открыла по непрошенным гостям огонь. После чего агрессоры скрылись. 7 июля 1947 года обычный владелец ранчо штата Нью-Мексико сообщил полиции, что видел в 75 милях северо-западнее авиабазы Розуэлл падение летающей тарелки. Спецслужбы незамедлительно провели секретную операцию по извлечению обломков НЛО для научного исследования. При прочесывании местности были найдены останки четырех маленьких человекоподобных существ. Эту историю охотно рассказывают все средства массовой информации, но на самом деле никаких документальных подтверждений ей не существует. Когда в американском конгрессе решили по официальным каналам найти данные о том, что же там такое было, то данные, которые не должны были никогда уничтожаться, хранить вечно, что называется, их не оказалось. И главное, никого не нашли, кто уничтожил, почему уничтожил, на основании какой бумаги в конце концов. То есть любые уничтожения официальных документов должны вестись на основании бумаг. Существуют лишь версии тех событий. Одна из них гласит, что аналитическая группа ЦРУ сделала сенсационный вывод. Дескать, инопланетяне прилетели к нам из совершенно другой солнечной системы. Гуманоиды были человекоподобными существами, но вскрытие показало, что биологически они сильно отличаются от людей. Безуспешными были попытки ученых разгадать принцип движения летающей тарелки. Ведь у нее не было крыльев, пропеллеров, реактивных двигателей, не было проводов, ламп и электроники. Но все это лишь одна из версий тех событий, не подтвержденная документально. Делать из этого вывод, что там опять-таки разбилась тарелка и были тела гуманоидов, вот это уже, на мой взгляд, неверно, потому что никаких серьезных доказательств этого нет. А в это время в Советском Союзе тему НЛО строго засекретили. Причина была веской. Очевидцы НЛО чаще наблюдали не НЛО, а испытательные полеты советских космических ракет, принимая их за неопознанные объекты. Поэтому гражданам запрещалось эту тему обсуждать, а газетам запрещалось публиковать об этом статьи. Ведь утечка информации грозила тем, что ракетные испытания были бы как на ладони у вражеских разведок. Вот когда сотрудники Института космических исследований взялись изучить статистически это, оказалось, процентов 80 это явные испытания. 20, да, там что-то действительно непонятно и зачастую любопытно. Но основная эта часть это испытания, то есть вообще говоря, ЦРУ могло сложить его ручку. Тогда, так сказать, и только это собирать больше ничего не делать. В далекие 70-е годы Юрий Фомин жил в деревне и лично наблюдал за странными светящимися объектами. Мы уже дома были. На колодец слышал женщины пожилые, его к киноцвету. Солнце на закате, ну, где-то в таком уровне, так, вышло солнце, солнце, и право вверх, ближе к северу, яркий белый шар. Юрий выскочил на улицу. У колодца стояли женщины, побросавшие пустые ведра. Они смотрели на небо, крестились и протяжно стонали. Вот он, конец света пришел. Юрий увидел, что в небе ярко светится огромный шар. Из него вылетали другие шары чуть поменьше. А вот бабушки там же говорили конец света? Конец света. Ну, представьте, пожилые женщины, набор шаров в форме креста. Понимаете? Вот этот большой так и есть, два вверху, штуки четыре, по-моему, внизу и сюда по два. Все. Они потом как бы так не расставили, они как бы в единую. Хотя сила света не увеличилась, не уменьшилась ничего. И оно как-то раз и ушло. А через несколько дней к ним в деревню приехал человек в форме. Он попросил местных жителей не паниковать и подарил каждому на память свежую районную газету. Где-то человек спросил дня через два учителя по физике, ну, тогда что про эту вещь не писалось нигде, ничего. Он говорит, я тоже видел его. Через неделю где-то в районке написали, что в районе поселка Золоча был запущен радиозонд. И все. Ну, в то время я немного понимал, где радиозонд, где это все. Правильно? С того времени прошло более 30 лет. Юрий переехал в город, а в деревню приезжал лишь на выходные. И вот совсем недавно Юрий снова увидел на небе какой-то светящийся объект. Сыро, холодно было, у меня улица прямо идет на север. Я что-то так повернул вправо. Где-то невысоко, такая яркая, по яркости, наверное, как Венера, точка. И она так резко раз вниз остановилась, потом опять вниз, но немного круче остановилась, потом еще раз ступеньку остановилась, ну, это длилось, может, секунд 15-20. И потом она резко вправо на восток. Но удивительно другое. В это же самое время неподалеку в здешних лесах прогуливались соседи Юрия по даче, отец и дочь. Для безопасности они захватили с собой винтовку, ведь хищников в этих лесах хватает. Папа был метров 100 в сторону той лесополосы, я была примерно на этом месте. Достаю ружье, начинаю стрелять, и тут происходят какие-то странные непонятные вещи. Она прицелилась в пенёк. Боковым зрением видела, что по небу летит какая-то яркая точка. Увидела, как эта точка зависла над ней. Но Ольга не придала этому значению. Мало ли, что там летает. Она прицелилась и выстрелила. Медленно совершенно отбрасывается в сторону гильза. Медленно дробь разлетается, языки пламени. То есть всё это не моментально, а как растянуто, пролонгировано во времени. То есть всё очень непонятно. Непонятно было и другое. Ни одна дробинка не попала в пенёк. Хотя Ольга с детства стреляет очень метко. Стала искать гильзы. Но гильз нигде не было. Подходит папа, я ему объясняю ситуацию, он удивляется и говорит, что нужно перестрелять. Начинает тоже папа стрелять, происходит примерно те же вещи, только ощущения у него были те же самые со стороны. И мы не находим ни гильзы, ни дроби в дереве. И вдруг Ольга увидела, как яркая точка, зависшая прямо над ней в небе, резко сорвалась с места, полетела вправо, на восток и пропала. Ольга вновь не придала этому значения. В ту секунду её занимала мысль о странном течении времени, о мистической пропаже гильз и дробинок. Она снова выстрелила. На этот раз дробь кучно влетела в пенёк, гильза упала под ноги, а время текло как обычно, без замедления. В 2006 году я сделал доклад о местах возможного базирования пришельцев на земле. Мы насчитали около 120 таких предполагаемых мест, некоторые места со стопроцентной вероятностью являются местами базирования. По одной из гипотез присутствие Ольги и её отца нарушили планы экипажа летающей тарелки. Они не стали приземляться на своей базе, иначе обнаружили бы себя. Поэтому оказавшись над незнакомцами и изучив обстановку, объект решил переместиться на другую базу. Есть мнение, что в момент его вынужденного зависания мощное электромагнитное поле искривило пространство и повлияло на течение времени. Параллельный мир смешался с миром реальным, и возможно по этой причине исчезли гильзы и дробины. Это всего лишь предположение, но подобные аномальные явления происходят довольно часто на территории Украины, в районе реки с ёмким названием Мжа. Смотрите далее. Вечера на хуторе близ реки Мжа. Вот так объект сразу менял, даже провод не задел, но вот так резко на меня пошел. Тайны Петрозаводского инопланетного чуда. По недосмотру цензуры сообщение об этом попало в газету. Существует мнение, что внеземные цивилизации уже пытались выйти на контакт с жителями Земли. Например, в 1929 году сигнал инопланетян поймали обычные радиоприемники. Некто по имени Никома зачитывал на разных языках текст обращения к землянам. А 27 ноября 1977 года в Англии на территории 120 квадратных километров одновременно погасли экраны всех телевизоров. И неизвестный голос представитель внеземной цивилизации зачитал обращение ко всем разумным существам нашей планеты. Украина. Час езды на машине от Харькова до ближайшей границы Богодуховского района. Анатолий живет в одном из здешних сел. Он заметно волнуется, когда рассказывает о летающей тарелке, с которой столкнулся в собственном дворе. Поначалу у меня первая мысль, что за такие шутки, знаете, надо, как говорят, у нас выражается морду пить, да? Было около 11 вечера, когда Анатолий вышел из дома по нужде. Зашел за сарай. И вдруг, в 10 метрах от себя, слева от фонарного столба, он увидел зависший в воздухе темный объект внушительных размеров. Вот так, объект сразу менял, даже провода не задел, но вот так вот резко на меня пошел. Вот что интересно, что я заметил. Вот я успел. Я, понимаете, как только она стала меня накрывать, накрывать, сразу первая остановка была вот здесь, над головой. Ну, я не знаю, высота вот так вот была где-то, ну, вы поняли. Может, чуть-чуть выше, вытянутые руки. Ну, где-то вот так вот. Поджилки затряслись от страха и Анатолий стал пятиться. Первая мысль спрятаться за угол и бежать без огляда. Черное днище и главное так вот, не знаю, или квадрат, или вот чуть-чуть прямоугольник. Но дело в том, что днище полностью черное. Ну, вот заметил, вот так вот края, края, смотрите, вот как мобильник, вот сверху, вот как полость осанок вот это вот. Вот края вот так вот, как, ну, вверх закругленные, вы поняли? Непонятный объект висел над его головой в нескольких десятках сантиметров. Анатолий физически ощущал, как нище черного квадрата притягивает его волосы словно бесшумный пылесос. После того, как увидел эту летающую тарелку и на том месте, где она висела над сараем пабышуры, там отслоилось даже кровельное железо. Журналист Инна Тихонова никогда не писала про НЛО. Не любит фантастику. Но телефонный звонок Анатолия в редакцию, его взволнованный рассказ, и Инна решила встретиться с очевидцем НЛО. Для меня лично это был какой-то журналистский эксперимент. Мне лично как журналист интересен в каком плане. А если это правда? А если с этим фактом столкнусь я, вы, любой другой человек, поверит ли ему кто-нибудь? Готово ли общество эту информацию принять и как-то среагировать на тревогу? Но вернемся к Анатолию. Тогда ему казалось, что прошла целая вечность. Вот тут это находится, вот так вот. Надо мной вот так тень падает. И потом маленькое такое потрескивание услышал. И вот тут сразу появилось три луча. Оно где-то на такой высоте и лучи ушли оттуда вверх. С правой стороны, с правой, вот у меня правая рука, один луч. И два луча с левой стороны, один сверху, один снизу. Вот такого где-то диаметра, ну где-то такого. Он стоял в полоборота и смотрел на яркий свет. Но глаза почему-то не болели. Все закончилось мгновенно. Неизвестный объект неожиданно рванул ввысь, слегка задевая верстунки берез. Пусть ко мне на детекторе. Я вот хотел, чтобы проверили, понимаете. Я сыном, он говорит, сын, но ничего не докажешь, кроме себе. Ну хотя бы себе хотел это доказать. Вот то, что я вам рассказываю. Тем более, я особым этим самым воображением, у меня по сочинению всегда было три. Это самое большее, в школе, когда учился. Так что выдумать я не могу, я могу рассказать, потому что было. У Анатолия нет фотографий или видеоматериалов, подтверждающих рассказ. Поэтому проще ему не верить, отмахнуться. Впрочем, более 30 лет назад, когда в небе ночного Петрозаводска сотни людей увидели зависший объект, освещающий город тонкими лучами, от их рассказов тоже поначалу отмахивались. По недосмотру цензуры сообщение об этом попало в газеты. в известии, в социалистическую индустрию. Тогда цензура вообще на любую попытку написать что-то в ГНЛО реагировала очень просто. Это было в списке запрещенных тем, и все, даже сам термин был, все говорят, запрещен, и все. После выхода статей о Петрозаводском чуде сразу же обратились к астрономам, чтобы те развеяли миф о летающих тарелках. Но все вышло наоборот. Кто-то из астрономов сказал сущую глупость, метеорит летел. Ну, бывает. Но астронома своя специальность, он знает, что бывают метеориты. Значит, все непонятно, это метеорит. Если люди не занимаются этими вопросами специально, то иногда они и глупости полят, честно говоря. Вот. Но было понятно, что это никакой не метеорит, и что это в общем нечто неясное. Сообщения астрономов вызвали панику во всем мире. За границей забеспокоились. Не испытание ли это нового секретного оружия? Из Москвы от высшего руководства страны в Петрозаводск полетели телеграммы с тревожным вопросом. Что там у вас происходит? В итоге с одной стороны сошлись на том, что это все-таки запуск в Плесецком всего лишь. Во-первых, если бы это было так, то там, наверное, вы каждую неделю, так сказать, что-то такое видели, а не до, не после ничего подобного не было. Во-вторых, запуск все-таки по времени не совпал. Он был несколько позже. Именно загадочный случай в Петрозаводске стал толчком для создания на государственном уровне обширной программы по исследованию аномальных атмосферных явлений. При институтах и военных НИИ создавались специальные научные группы, а генеральный штаб выпустил секретную директиву, в которой приказывалось каждой воинской части назначить офицера, ответственного за сбор информации об НЛО. Но моряки и летчики, часто видевшие загадочные объекты, старались молчать. Почему? Становится ясно, когда слушаешь пересказ истории одного летчика. Я лечу, обычный полет, вылетел, полетать полчаса надо, что-то летит у меня навстречу, но явный аппарат, причем очень интересный, непонятный. Я же отлично знаю, если я о нем сообщу, меня первым делом положат в госпиталь на место, будут колоть исследовать, а потом, чем это закончится, неизвестно. Если я буду настаивать на том, что я это видел, то могут и отчислить. И это в условиях, когда вообще говоря, было распоряжение всем вооруженным силам Советского Союза сообщать о подобных вещах. То есть теоретически, так сказать, не только они должны были за это наказывать, но и наоборот хвалить и повышать вдохновенности. Но одно дело теории и совсем иное, что было на практике. Смотрите далее. Сенсационная гипотеза. Фантастика или реальность. Все наши правительства давно-давно общаются с инопланетным миром. Давно. Почему рождаются рогатые люди? Оказывается, значит, есть гибриды на Земле, есть гибриды у них. 7 января 1948 года американский военный летчик Томас Мантл вылетел из аэродрома Кентуккина перехват воздушной цели. Вот что диспетчеры услышали на Земле. Я вижу какой-то предмет. Кажется, бутон сделан из металла. Он огромен. Поднимаюсь на высоту 6,5 тысяч. Если мне не удастся подойти к нему ближе, я прекращу преследовать. Вскоре связь оборвалась. Истребитель вошел в штопор, пилот погиб. Встреча с НЛО оказалась роковой. Вот официальная версия трагедии. Томас Мантл случайно попал в зону испытаний высотных аэростатов. Баллоны начиненной шпионской аппаратуры предназначались для засылки в Советский Союз. Капитан ВВС Томас Мантл разумеется об этом ничего не знал и принял аэростат за НЛО. Он поднялся на большую высоту и не имея кислородной маски потерял сознание. С этой версией можно поспорить. Почему же власти отрицают существование НЛО? Анализируя более чем полувековую историю НЛО, некоторые исследователи считают, что определенные политические силы в разных странах пытались дезинформировать население в вопросе неопознанных летающих объектов. Возможно, в этом был какой-то интерес. В США вырабатывали специальные инструкции, в которых предписывалось, что все вымыслы и шутки по данной проблеме официально публиковать, а технические подробности опускать. поэтому есть подозрение то, что попадает в пресс это только прикрытие или в сторону от целенаправленных исследований, которые проводятся по данной проблеме. Вопросами дезинформации в области НЛО во времена Трумана занимался Гордон Грейн. Задачей его ведомства была организация широкомасштабного высмеивания очевидцев и подбор банальных объяснений самым сложным наблюдением. Хитрой игрой выглядит и сотрудничество с Колорадским университетом. Через своего посредника представители ВВС США ведомства дезинформации администрации президента заключило финансовую сделку с учеными, которые должны были ответить обеспокоенному обществу на два важных вопроса. Относится ли НЛО к внеземным цивилизациям и опасны ли летающие тарелки? Научная комиссия проработала почти два года и сделала потрясающий вывод. Это выглядело даже так, по сути дела. Мы не знаем, что это такое, но это никакие не внеземные летательные аппараты. Если вдуматься, это полный бред, потому что, если мы не знаем, что это такое, мы не можем знать, что это не внеземные летательные аппараты. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Так называемые порталы, двери между мирами. Фёдор один из тех, кто знает про эти порталы и путешествует в параллельных мирах. Фёдор утверждает, что пять лет назад научился превращаться в оборог. Правда, на камеру он не говорит об этом и не показывает своё лицо, чтобы не навредить самому себе. Единственное интервью он дал своему старому знакомому, который серьёзно занимается исследованием аномальных явлений. Вот спортсмен, занимается восточными единоборствами, он уходит куда-то на лесную полянку, там отрабатывает удары, прыжки и всё остальное. И говорит, якобы прихожу я на полянку, и вот тут приземляется оно. Геннадий с сомнением относится к этой истории. С другой стороны, у него нет причин не верить Фёдору. Так вот, он объясняет эту свою, скажем так, способность превращаться в человека-зверя тем, что он единожды столкнулся с неопознанным летающим объектом, ну то есть с космическим аппаратом. Ну это действительно очень такая литературная история. Выходит, три высоких существа. Обросшие волосами, глазастые такие, якобы чуть ли не когти на передних лапах. По словам очевидца, аппарат, приземлившийся на полянке, был похож на утюг, правда размером с одноэтажный дом. Никакого испуга Фёдор не ощутил. Общался с волосатыми пришельцами мысленно, получая от телепатического разговора огромное удовольствие. Я спросил, ты с ними общался? Он говорит, ну естественно. Мы, вот они стали напротив меня, сказали, что глубоко внутри меня живет этот дар превращаться в зверя. Вот они прилетели ко мне, как к одному из немногих представителей расы человека-волков на планете Земля. Ну в общем, этот дар открыли. После той встречи Фёдор почувствовал, что когда ему нужна релаксация, то есть успокоение, он может превращаться в волка и досыто бегать по темному, тихому лесу. Я говорю, а может тебе кажется, что ты бежишь, ты превращаешься? Нет, вроде бы были очевидцы, рассказывающие, которые со стороны видят. Но опять очевидцы, это одна дама, с которой он живет, другая дама, которая общая знакомая. Об оборотнях писали еще до нашей эры известный греческий историк Геродот и знаменитый римский поэт Овидий. Причем оборотни в их произведениях превращались не только в волков, но и в птиц, лошадей и даже змей. Есть люди-змеи, они действительно вот такой, голова чисто человеческая, тело змеиное, метров 9-10 змеи еще где-то вот такая вот, толщина вот такой вот. А вот статья, относительно недавно опубликованная в популярном журнале. На этих фотографиях житель Йемена Салих Талиб Салих. На его голове растет рок. Сейчас он уже 25 сантиметров. Кстати, первый рок Салиха отвалился в 2007 году, когда дорос до полуметра. А это уже произведение искусства знаменитого Микеланджело. Его скульптура Моисей. Тоже с рогами. Есть предположение, что это вовсе не рога, а антенны пришельцев с других планет. И по этой же теории современные люди являются потомками этих пришельцев. Оказывается, значит, есть гибриды на Земле, есть гибриды у них. Об этих гибридах, как о реальностях, говорили различные историки древних времен, известные всему миру до сих пор. Среди них мы знаем и Рамул и Рем, основатели Рима, и шестой римский царь, и император, один из императоров Рима, и Александр Македонский. Так может быть, история Федора про его способности превращаться в зверя совсем не плод больного или богатого воображения? Смотрите далее. Споры о том, что описано в Библии. Это на самом деле информация о посещении инопланетян. Когда произойдет очередное вторжение инопланетян? Поэтому этим пространством разместиться здесь не так-то и сложно. По неофициальным данным, с 1978 по 1993 годы ВВС Советского Союза сбили два пилотируемых и пять беспилотных внеземных аппаратов и получили в свое распоряжение обломки конструкций и тела пяти пилотов. Хранятся они на ядерном полигоне на Новой Земле. Подземное хранилище под названием Объект Ледник имеет высшую степень секретности. Еще в 1975 году представители штаба американских ВВС заявили, что ежедневно сталкиваются примерно с двумя тысячами неопознанных целей. Но поскольку это не вражеские ракеты, не самолеты, а объекты, которые не представляют реальной угрозы Америки, то пусть себе летают. Сопоставив это легкомысленное заявление и потенциальную угрозу НЛО, независимые уфологи стали подозревать правительство США во взаимовыгодном сотрудничестве с внеземными цивилизациями. Появилась версия, что зона 51, где находится территория секретной авиабазы, стала предстанищем для звездолетов-инопланетян. До сих пор в журналах публикуются фотографии секретных ангаров зоны. На которых якобы видны припаркованные летающие кареты. Зона 51 – это вполне реальная зона. Там испытывается реальная техника, то есть американские, новейшие самолеты. И очень легко всегда сказать, что вот с каких-то секретных... Если меня туда не пустили, значит там, соответственно, замороженные гуманоиды находятся. И попробуйте доказать мне, что это не так. А мне кто-то говорил, а кто-то вот говорил кому-то, что там есть замороженные гуманоиды. Ну, это вот то, что к... Но были признания же тех людей, которые действительно известны, которые там работали. Опять же, это все сообщения, это все информация, это все слова. И все же, еще никто не опроверг мысль, что эволюция на Земле связана с посещением пришельцев. В 60-м году прошлого века советский математик Матест Агрест выдвинул шокирующую гипотезу. Излагалась гипотеза кандидатов из матнаук Агреста Матеста Менделевича о том, что вот в Библии описано то, что описано в Библии, как там уничтожение Содома и Гоморры, вознесение Еноха и так далее. Это на самом деле информация о посещении инопланетян. По этой версии, Содом и Гомора, древние города в районе Мертвого моря, где творился всеобщий разврат, процветали гомосексуализм и зоофилия, были разрушены ядерными взрывами, произведенными инопланетянами. Подобная смертельная участь ждала все древние цивилизации. 13 тысяч лет назад, когда цивилизация Атлантов и уже зародившаяся в недрах ее наша цивилизация обрела этот самый грех гордыни, то прилетела комета Тифона, ударила по острову Платона, который находился, как описывают в районе Бермудского треугольника, и цивилизация погибла. По мнению исследователя, апокалипсис происходил всякий раз, когда цивилизация достигала как колоссального уровня технического развития, так и максимального уровня грехопадения и безнравственности. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний, что они даже стали колдовать на Солнце, проводника Бога. И даже колдовали против Бога, потому что Он взывал к доброте, к любви и тому подобное. Любопытно, что эпоха современного НЛО началась с момента испытания атомного оружия. Это исходная точка движения человечества как к высоким технологиям, так и к безнравственным отношениям. А именно, прав тот, кто сильнее. С каждым годом очевидцев НЛО становится все больше. За шесть десятилетий получено уже полмиллиона официальных сообщений. Не связано ли это с тем, что внеземной разум накапливает силы и готовится к нанесению смертельного удара по жителям Земли, как это случалось в древности? Харьковская область. Река Мжа. Ходят упорные слухи, что в этих живописных местах тарелки пришельцев набираются энергии перед броском в будущее. 7 января 1991 года местный житель, сугубо земной такой местный житель, ничем не интересовавшийся, воронцов, он утром отправился на речку Мжа, чтобы снять рыбные вершки, что-то такое. В общем, он установил до того на рыбу какие-то устройства свои и решил утром, соответственно, полакомиться рыбкой. Воронцов человек не пьющий, что среди рыбаков бывает нередко. Воронцов увидел, что в заливе над льдом висит что-то вроде юлы диаметром около 20 метров. Вот, вертится, потом немножко опустилось, он увидел, как под этой штукой лед, диск льда ушел в воду, вода заплескалась, как будто вырезанная. Потом она поднялась, диск тоже поднялся. Да, вода, вода слилась. Вот штука немножко повесела, потом поднялась метров на 10, по-моему, тоже зависла. И потом ушла резко в сторону. От тарелки остался четкий след. К счастью, неподалеку от этого места жил и работал один ученый, который, узнав о случившемся, схватил фотоаппарат и сфотографировал этот загадочный круг. Оно уже замерзло, но лед еще был, кстати говоря, очень тонкий. То есть, подделать это как-то кому-то с помощью чего-то было бы невозможно. Он бы утонул там, попросту говоря, а там глубина метра восемь. Подобный случай произошел и через 4 года, в 95-м. И новый круг был сфотографированный. Но примечательно и другое. Это есть такое место, Борки. Борки. Кольца разбросаны на территории примерно десяток-пятнадцати квадратных километров. Просто обычные кольца, обычные круги. Трава необычная, трава имеет несколько синеватый оттенок. Почему, как, зачем. Самое интересное, что диаметр этих колец составляет те же самые 22 метра, которые наблюдались в этого круга на льду на реке Мжа в 91-м, 95-м. Считается, что неопознанные летающие объекты прибывают к нам с других планет или даже галактик. Однако никто не исключает, что пришельцы уже давно освоили и обжили Землю. И обитают совсем рядом, в ее недрах. Ну, возможно. У нас в Земле, внутри планеты, по смутным таким вот данным, существует цивилизация. То ли она более ранечная, чем мы, то ли. Но существует. Потому что, вопреки мнениям ученых, она не настолько уж плотная Земля. Там достаточно пустой. Изучение недр Земли, а также морских глубин, показало, что неопознанные подземные объекты передвигаются и контактируют между собой. Перемещаются они с огромной скоростью. Под землей это происходит по тоннелям, пещерам, подземным ходам, опоясывающим нашу планету. Добавим, что, по мнению многих авторитетных исследователей, загадочные объекты могут существовать под землей в невидимых для человеческого глаза измерениях. В эти измерениях, вот пространство, вот что такое пространство. Вот давайте вот думаемся. Вот если, например, атом взять величину из горошину, то электрон будет летать на расстоянии 5 километров, везде пустота. И поэтому этим пространством разместиться здесь, в принципе-то, не так-то и сложно. Существование высокоразвитой цивилизации в недрах Земли – версия фантастическая. Но давайте на минутку представим, что такая цивилизация есть, и она находится в контакте с космическим разумом. Постоянные радиосигналы, идущие из глубины Земли, летающие тарелки, исчезающие в водах океана – все это наводит на мысль о готовящемся вторжении инопланетян. И если худшие опасения оправдаются, то землянам предстоит пережить войну миров. Вы смотрели «Фантастические истории» с Сергеем Дружковым. Стали подозревать правительство США во взаимовыгодном сотрудничестве с внеземными цивилизациями. Появилась версия, что зона Т-51, где находится территория секретной авиабазы, стала предстанищем для звездолётов-инопланетян. До сих пор в журналах публикуются фотографии секретных ангаров зоны, на которых якобы видны припаркованные летающие тарелки. Зона Т-51 – это вполне реальная зона, там испытывается реальная техника, то есть американские новейшие самолёты. И очень легко всегда сказать, что вот с каких-то секретных. Если меня туда не пустили, значит, там, соответственно, замороженные гуманоиды находятся. И попробуйте доказать мне, что это не так. А мне кто-то говорил, а кто-то говорил кому-то, что там есть замороженные гуманоиды. Ну, это вот то, что к... Но были признания же тех людей, которые действительно известны, которые там работали. Опять же, это всё сообщение, это всё информация, это всё слова. И всё же ещё никто не опроверг мысль, что эволюция на Земле связана с посещением пришельцев. В 60-м году прошлого века советский математик Матест Агрест выдвинул шокирующую гипотезу. Излагалась гипотеза кандидатов из матнаук Агреста Матеста Менделевича о том, что вот в Библии описано то, что описано в Библии, как там уничтожение Содома и Гоморры, вознесение Еноха и так далее. Это на самом деле информация о посещении инопланетян. По этой версии, Содом и Гоморра, древние города в районе Мёртвого моря, где творился всеобщий разврат, процветали гомосексуализм и зоофилия, были разрушены ядерными взрывами, произведёнными инопланетянами. Подобная смертельная участь ждала все древние цивилизации. 13 тысяч лет назад, когда цивилизация Атлантов и уже зародившаяся в недрах её наша цивилизация обрела этот самый грех гордыни, то прилетела комета Тифона, ударила по острову Платона, который находился, как описывают, в районе Бермудского треугольника, и цивилизация погибла. По мнению исследователя, апокалипсис происходил всякий раз, когда цивилизация достигала как колоссального уровня технического развития, так и максимального уровня грехопадения и безнравственности. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели. Это реально. Это действительно некие аппараты, которые иногда наблюдаются в атмосфере, которые обладают тактико-техническими характеристиками, выходящими за рамки нашей земной техники. По мнению Рубцова, феномен НЛО надо разделять на два вида. Первый вид – это сообщения очевидцев, не подтверждённые факторы. Подобные истории о голодном гуманоиде, попросившем кашу. Но и подобные сообщения было бы нечестно отвергать, ведь опровергающих доказательств им тоже нет. А вот по второму виду НЛО относятся случаи, зафиксированные радарами и локаторами, или подтверждённые документально. Если что-то летит непонятно, это не значит, что это уже непременно НЛО или внеземной корабль. Обычно, так сказать, оператор считает, что это влез какой-то самолёт чужой с соседнего аэродрома или что-нибудь такое. Говорит, кыш, значит, чего ты сюда влез, какой твой позывной, там и прочее. Ну, цель тихонечко уходит в сторону, а потом берёт и останавливается. Стоит неподвижно. Ну, извините, самолёт этого не может. Вертолётов вроде нет в округе, так сказать, нигде не летают. Ну, оператор в недоумении. Все данные, опять-таки, зафиксированы. Это всё, ну, достаточно объективно. В сентябре 47-го года президент США Труман издаёт особое распоряжение по организации секретного исследования НЛО под названием «Операция Маджести-12». Операции предшествуют. Наблюдение девяти летящих дисков в штате Вашингтон и крушение НЛО в штате Нью-Мексико. В состав аналитической группы, кроме крупных специалистов по атомной энергетике, астрономии и вооружению, входят два бывших руководителя американской разведки. А чуть позже к ним присоединяется директор ЦРУ генерал Уолтер Смит. Ничего удивительного. ЦРУ с самого начала контролировала все работы в этой области. Ведь считалось, что неопознанные цели это позднерусские. Якобы советские учёные с помощью немецких инженеров создали новейшие летательные аппараты, которые невозможно догнать и уничтожить. Через несколько месяцев аналитическая группа признала, что неопознанные объекты это не сверхоружие СССР, а нечто другое, имеющее внеземное происхождение. Но этот вывод долго держали в секрете, что даже вызвало своеобразный раскол в американской армии. Военачальники ревностно подозревали друг друга в создании секретного оружия под названием НЛА. Военно-воздушные силы подозревали флот. В 120 километрах от города зенитная артиллерия ПВО США, дислоцированная в Калифорнии, открыла по непрошенным гостям огонь. После чего агрессоры скрылись. 7 июля 1947 года обычный владелец ранчо штата Нью-Мексико сообщил полиции, что видел в 75 милях северо-западнее авиабазы Розуэлл падение летающей тарелки. Спецслужбы незамедлительно провели секретную операцию по извлечению обломков НЛО для научного исследования. При прочесывании местности были найдены останки четырех маленьких человекоподобных существ. Эту историю охотно рассказывают все средства массовой информации. Но на самом деле никаких документальных подтверждений ей не существует. Когда в американском конгрессе решили по официальным каналам найти данные о том, а что же там такое было, то данные, которые не должны были никогда уничтожаться, хранить вечно, что называется, их не оказалось. И главное, никого не нашли, кто уничтожил, почему уничтожил, на основании какой бумаги, в конце концов. То есть любые уничтожения официальных документов должны вестись на основании бумаг. Существуют лишь версии тех событий. Одна из них гласит, что аналитическая группа ЦРУ сделала сенсационный вывод. Дескать, инопланетяне прилетели к нам из совершенно другой солнечной системы. Гуманоиды были человекоподобными существами, но вскрытие показало, что биологически они сильно отличаются от людей. Безуспешными были попытки ученых разгадать принцип движения летающей тарелки. Ведь у нее не было крыльев, пропеллеров, реактивных двигателей, не было проводов, ламп и электроники. Но все это лишь одна из версий тех событий, не подтвержденная документально. Делать из этого вывод, что там опять-таки разбилась тарелка и были тела гуманоидов, вот это уже, на мой взгляд, неверно, потому что никаких серьезных доказательств этого нет. А в это время в Советском Союзе тему НЛО строго засекретили. Причина была веской. Очевидцы НЛО чаще наблюдали не НЛО, а испытательные полеты советских космических ракет, принимая их за неопознанные объекты. Поэтому гражданам запрещалось эту тему обсуждать, а газетам запрещалось публиковать об этом статьи. Ведь утечка информации грозила тем, что ракетные испытания были бы как на ладони у вражеских разведок. В 1978 по 1993 годы ВВС Советского Союза сбили два пилотируемых и пять беспилотных внеземных аппаратов и получили в свое распоряжение обломки конструкций и тела пяти пилотов. Хранятся они на ядерном полигоне на Новой Земле. Подземное хранилище под названием Объект Ледник имеет высшую степень секретности. Еще в 1975 году представители штаба американских ВВС заявили, что ежедневно сталкиваются примерно с двумя тысячами неопознанных целей. Но поскольку это не вражеские ракеты, не самолеты, а объекты, которые не представляют реальной угрозы Америки, то пусть себе летают. Сопоставив это легкомысленное заявление и потенциальную угрозу НЛО, независимые уфологи стали подозревать правительство США во взаимовыгодном сотрудничестве с внеземными цивилизациями. Появилась версия, что зона 51, где находится территория секретной авиабазы, стала предстанищем для звездолетов инопланетян. До сих пор в журналах публикуются фотографии секретных ангаров зоны, на которых якобы видны припаркованные летающие тарелки. Зона 51 это вполне реальная зона, там испытывается реальная техника, то есть американские новейшие самолеты. И очень легко всегда сказать, что вот с каких-то секретных. Если меня туда не пустили, значит там соответственно замороженные гуманоиды находятся. и попробуйте доказать мне, что это не так. А мне кто-то говорил, а кто-то говорил кому-то, что там есть замороженные гуманоиды. Ну, это вот то, что к... Но были признания же тех людей, которые действительно известны, которые там работали. Опять же, это все сообщения, это все информация, это все слова. И все все же еще никто не опроверг мысль, что эволюция на Земле связана с посещением пришельцев. В 60-м году прошлого века советский математик Матест Агрест выдвинул шокирующую гипотезу. Излагалась гипотеза кандидатов из матнаук Агреста Матеста Менделевича о том, что вот в Библии описано то, что описано в Библии как там уничтожение Содома и Гаморры, вознесение Еноха и так далее. Это на самом деле информация о посещении инопланетян. По этой версии Содом и Гамора древние города в районе Мертвого моря, где творился всеобщий разврат, процветали гомосексуализм и зоофилия, были разрушены ядерными взрывами, произведенными инопланетянами. В штате Нью-Мексико. В состав аналитической группы, кроме крупных специалистов по атомной энергетике, астрономии и вооружению, входят два бывших руководителя американской разведки. А чуть позже к ним присоединяется директор ЦРУ генерал Уолтер Смит. Ничего удивительного, ЦРУ с самого начала контролировало все работы в этой области. Ведь считалось, что неопознанные цели это позднерусские. Якобы советские ученые с помощью немецких инженеров создали новейшие летательные аппараты, которые невозможно догнать и уничтожить. Через несколько месяцев аналитическая группа признала, что неопознанные объекты это не сверхоружие СССР, а нечто другое, имеющее внеземное происхождение. Но этот вывод долго держали в секрете, что даже вызвало своеобразный раскол в американской армии. военачальники ревностно подозревали друг друга в создании секретного оружия под названием НЛА. Военно-воздушные силы подозревали флот, что они там чем-то таким занимаются. Флот подозревал военно-воздушные силы. Ну, взаимного доверия не было, в общем. А гражданское население Америки было не на шутку обеспокоено потенциальной угрозой неопознанных целей. К тому же пресса подогревала обстановку. Месяцами обсуждаю упавшую северо-западнее авиапазу Розуэлл летающую тарелку. Немало было написано и о сенсационной находке четырех мертвых гуманоидов. Правда, власти решительно отрицали все эти службы. Да, там было что-то непонятное. Да, ВВС в общем-то врали. Когда они говорили сначала это шар-зонд, потом самый баллон скальхук, потом еще чего-то наплели. Подлинная информация уничтожена. Вот это, кстати говоря, наводит тоже на подозрение, что там было что-то очень любопытное и непонятное. Смотрите доклад о местах возможного базирования пришли на земле. 25 февраля 1942 года жители Лос-Анджелеса содрогнулись от залпов зенитных орудий. В городе началась паника. На североамериканский континент пришла война. На следующий день газеты и радио успокоили людей. Город всего лишь подвергся атаке инопланетян. Армада летающих Он объясняет эту свою способность превращаться в человека-зверя тем, что он единожды столкнулся с неопознанным летающим объектом, то есть с космическим аппаратом. Ну, это действительно очень такая литературная история. Выходит, три высоких существа. обросшие волосами, глазастые такие, якобы чуть ли не когни на передних лапах. По словам очевидца, аппарат, приземлившийся на полянке, был похож на утюг, правда, размером с одноэтажный дом. Никакого испуга Федор не ощутил. Общался с волосатыми пришельцами мысленно, получая от телепатического разговора огромное удовольствие. Я спросил, ты с ними общался? Он говорит, ну, естественно. Мы, вот они стали напротив меня, сказали, что глубоко внутри меня живет этот дар превращаться в зверя. Вот они прилетели ко мне, как к одному из немногих представителей расы человека-волков на планете Земля. Ну, в общем, этот дар открыли. После той встречи Федор почувствовал, что, когда ему нужна релаксация, то есть успокоение, он может превращаться в волка и досыто бегать по темному тихому лесу. Я говорю, а может тебе кажется, что ты бежишь, ты превращаешься? Нет, вроде бы были очевидцы, рассказывающие, которые со стороны едем. Опять очевидцы, это одна дама, с которой он живет, другая дама, которая общая знакомая. Об оборотнях писали еще до нашей эры известный греческий историк Геродот и знаменитый римский поэт Авидий. Причем оборотни в их произведениях превращались не только в волков, но и в птиц, лошадей и даже змей. Есть люди змеи. Они действительно такой, голова чисто человеческая, тело змеи, метров 9-10 змеи. Где-то вот такая вот, толщина вот такой вот. А вот статья, относительно недавно опубликованная в популярном журнале. На этих фотографиях житель Йемена Салих Талиб Салих. На его голове растет рог. Сейчас он уже 25 сантиметров. Кстати, первый рог Салиха отвалился в 2007 году, когда дорос до полуметра. А это уже произведение искусства знаменитого Микеланджело. Его скульптура Моисей. Тоже с рогами. Есть предположение, что это вовсе не рога, а антенны пришельцев с других планет. И по этой же теории движения. Но подобные аномальные явления происходят довольно часто на территории Украины в районе реки с емким названием Мжа. Смотрите далее. Вечера на хуторе близ реки Мжа. Вот так, объект сразу нам менял. Вот так вот даже провода не задел, но вот так вот резко нам менял, так пошел. Тайны Петрозаводского инопланетного чуда. По недосмотру цензуры сообщение об этом попало в газету. Существует мнение, что внеземные цивилизации уже пытались выйти на контакт с жителями Земли. Например, в 1929 году сигнал инопланетян поймали обычные радиоприемники. Некто по имени Никома зачитывал на разных языках текст обращения к землянам. А 27 ноября 1977 года в Англии на территории 120 квадратных километров одновременно погасли экраны всех телевизоров. И неизвестный голос представитель внеземной цивилизации зачитал обращение ко всем разумным существам нашей планеты. Украина. Час езды на машине от Харькова до ближайшей границы Богодуховского района. Анатолий живет в одном из здешних сел. Он заметно волнуется когда рассказывает о летающей тарелке с которой столкнулся в собственном дворе. Поначалу у меня первая мысль что за такие шутки знаете надо как говорят у нас выражается морду пить да? Было около 11 вечера когда Анатолий вышел из дома по нужде. Зашел за сарай. И вдруг в 10 метрах от себя слева от фонарного столба он увидел зависший в воздухе темный объект внушительных размеров. Вот так объект сразу менял даже провода не задел но вот так резко на меня пошел. Вот что интересно что я заметил вот я успел я понимаете как только она стала меня накрывать и сразу первая остановка была вот здесь над головой ну я не знаю высота вот так вот была где-то ну вы поняли чуть-чуть выше вытянутые руки ну где-то вот так поджилки затряслись от страха и Анатолий стал пятиться первая мысль спрятаться за угол и бежать без огляд черное днище и главное так вот не знаю или квадрат или чуть-чуть прямоугольник но дело в том что днище полностью черное и ну вот заметил вот так вот края края смотрите вот как мобильник вот сверху вот как полосе санок вот это вот вот края вот так вот как ну вверх закругленные вы поняли непонятный объект висел над его головой в нескольких десятках сантиметров Анатолий физически ощущал как нищий дал обращение ко всем разумным существам нашей планеты украина час езды на машине от Харькова до ближайшей границы Богодуховского района Анатолий живет в одном из здешних сел он заметно волнуется когда рассказывает о летающей тарелке с которой столкнулся в собственном дворе поначалу у меня первая мысль что такие за такие шутки знаете надо как говорят это у нас выражается морду пить да было около 11 вечера когда Анатолий вышел из дома по нужде зашел за сарай и вдруг в 10 метрах от себя слева от фонарного столба он увидел зависший в воздухе темный объект внушительных размеров вот так объект сразу на меня вот так даже провода не задел но вот так резко на меня вот так пошел вот что интересно что я заметил вот я успел я понимаете вот как только она стала меня накрывать накрывать и сразу первая остановка была вот здесь вот над головой ну я не знаю высота вот так вот была где-то ну вы поняли может чуть-чуть выше вытянутые руки ну где-то вот так поджилки затряслись от страха и Анатолий стал пятиться первая мысль спрятаться за угол и бежать без огляд черное днище и главное так вот не знаю или квадрат или может чуть-чуть прямоугольник но дело в том что днище полностью черное и ну вот заметьте вот так вот края края смотрите вот как мобильник вот сверху вот как полоса санок вот это вот вот края вот так вот как ну вверх закругленные вы поняли непонятный непонятный объект висел над его головой в нескольких десятках сантиметров Анатолий физически ощущал как нищий черного квадрата притягивает его волосы словно бесшумный пылесос после того как увидел эту летающую тарелку и на том месте где она висела над сараем бабы Шуры там отслоилось даже кровельное железо журналист Инна Тихонова никогда не писала про НЛО не любит фантастику но телефонный звонок Анатолия в редакцию его взволнованный рассказ и Инна решила встретиться с очевидцем НЛО для меня лично это был интересный это был какой-то журналистский эксперимент мне лично как журналист интересен в каком плане а если это правда а если с этим фактом столкнусь я вы любой другой человек да поверит ли ему кто-нибудь готово ли общество эту информацию принять да и как-то вот среагировать на тревогу но вернемся к Анатолию тогда ему казалось что прошла целая вечность потом вот это оно же тут находится вот так вот надо мной вот так тень падает и потом маленькое такое потрескивание услышал и вот тут сразу появилось сказать об этом статье ведь утечка информации грозила тем что ракетные испытания были бы как на ладони у вражеских разведок вот когда сотрудники института космических исследований взялись изучить статистически это оказалось ну процентов 80 это явные испытания 20 да там что-то действительно непонятно и зачастую любопытно вот но основная это часть это испытание то есть вообще говорят СРУ могло сложить его ручки тогда так сказать и только это собирать больше ничего не делать в далекие 70-е годы Юрий Фомин жил в деревне и лично наблюдал за странными светящимися объектами мы уже дома были на колодец слышу женщины пожилые его к киноцвету солнце на закате ну где-то может какому уровню так вышло солнце солнце и право вверх ближе к северу яркий белый шар Юрий выскочил на улицу у колодца стояли женщины побросавшие пустые ведра они смотрели на небо крестились и протяжно стонали вот он конец света пришел Юрий увидел что в небе ярко светится огромный шар из него вылетали другие шары чуть поменьше а вот бабушки там что говорили конец света конец света ну представьте пожилые женщины набор шаров в форме креста понимаете вот этот большой так и есть два вверху штуки четыре по-моему внизу и сюда по два все они потом как бы не расставили они как бы в едино хотя сила света не увеличилась не уменьшилась ничего и оно как-то раз и ушло а через несколько дней к ним в деревню приехал человек в форме он попросил местных жителей не паниковать и подарил каждому на память свежую районную газету где-то человек спросил дня через два учителя по физике ну тогда про это не писалось нигде ничего он говорит я тоже видел его через неделю где-то в районке написали что в районе поселка Золоча был запущен радиозонд и все ну в то время я немного понимал где радиозонд где-то правильно с того времени прошло более 30 лет Юрий переехал в город а в деревню приезжал лишь на выходные и вот совсем недавно Юрий снова увидел на небе какой-то светящийся объект сыро холодно было у меня улица прямо идет на север я повернул вправо где-то невысоко когда головастые вот такие глаза подошел и внятно попросил каши дали ему тарелку каши да он эту тарелку взял и исчез то есть я написал потом в статье ни гуманоида ни тарелки исследователь аномальных явлений Геннадий Сигма который между прочим не отрицает существование внеземного разума к этой истории отнесся с юмором но к его удивлению опубликованная им статья вызвала нешуточные острые споры среди читателей после выхода статьи ну в общем пришлось иметь дело с массой гипотез в частности имело место мнение что это совершенно не такое себе бесполое непонятное существо он вышел посмотреть на наших женщин присматривала себе потенциальную жертву чтобы похитить вот одна дама сказала да нет ерунда это была самка инопланетянина она просто голодная она потерялась она просила каши парадокс заключается в том что с одной стороны подобные истории похожи на сказки ведь нет следов пришельцев нет фото и видео подтверждений с другой стороны непонятно а какова выгода от этих рассказов ведь денег очевидцам НЛО не платят наоборот одни неприятности знакомые над ними только потешаются соседи подозревают в обмане или считают сумасшедшими да и ученые в большинстве своем считают подобные истории дешевыми сенсациями в итоге получилось так что наука ученый в общем-то нормальный ученый который видел какую-нибудь статью подобного рода он шарахался от самой темы ему уже как-то и тем более что коллеги так сказать если бы узнали о том что он занимается чем-то таким как минимум начали показывать на него пальцами ну а потом и на распределении гранта в этом могло бы так сказать Владимир Рубцов не любит давать интервью хотя уникален тем что в советское время стал единственным ученым защитившим кандидатскую диссертацию о внеземных цивилизациях есть феномен НЛО на мой взгляд вполне реальный в общем-то который ну сугубо так сказать материален это действительно некие аппараты которые иногда наблюдаются в атмосфере которые обладают тактико-техническими характеристиками выходящими за рамки нашей земной техники по мнению Рубцова феномен НЛО надо разделять на два вида первый вид это сообщение очевидцев неподтвержденные факты там соответственно замороженные гуманоиды находятся попробуйте доказать мне что это не так а мне кто-то говорил а кто-то вот говорил кому-то что там есть замороженные гуманоиды ну это вот то что но были признания же тех людей которые действительно известны которые там работали опять же это все сообщения это все информация это все слова и все же еще никто не опроверг мысль что эволюция на земле связана с посещением пришельца в 60-м году прошлого века советский математик Матест Агрест выдвинул шокирующую гипотезу излагалась гипотеза кандидатов из матнаук Агреста Матеста Менделевича о том что вот в Библии описано то что описано в Библии как там уничтожение Содома и Гаморры вознесение Еноха и так далее это на самом деле информация о посещении инопланетян по этой версии Содом и Гамора древние города в районе Мертвого моря где творился всеобщий разврат процветали гомосексуализм и изофилия были разрушены ядерными взрывами произведенными инопланетянами подобная смертельная участь ждала все древние цивилизации 13 тысяч лет назад когда цивилизация атлантов и уже зародившаяся в недрах ее наша цивилизация обрела этот самый грех гордыни то прилетела комета Тифона ударила по острову Платона который находился как описывают в районе Бермудского треугольника цивилизация погибла по мнению исследователя апокалипсис происходил всякий раз когда цивилизация достигала как колоссального уровня технического развития так и максимального уровня греховодения и безнравственности почему погибли атланты они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний что они даже стали колдовать на солнце проводника Бога и даже колдовали против Бога потому что он взывал к доброте к любви и там подобное любопытно что эпоха современного НЛО началась с момента испытания атомного оружия это исходная точка движения человечества как к высоким технологиям так и к безнравственным отношениям а именно прав тот кто сильнее с каждым годом очевидцев НЛО становится все больше за 6 десятилетий получено уже полмиллиона официальных сообщений